Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем с вами разговаривать о том, как подобрать анаболические стероиды. Ну, может быть, для первого курса, может быть, все равно для курса. Я буду, наверное, уже ссылаться на предыдущие выпуски, поэтому не поленитесь, смотрите данные выпуски. С чего строится подбор? Вот вы садитесь, и чтобы удержать все в голове, вам нужно, допустим, сесть вечерком за чашкой чая и выписать все ваши заболевания, которые вы помните. Может быть, это заболевание, соответственно, хронического характера, может быть, вы там что-то временное получили, ну, допустим, вы еще не знаете, у вас недавно была диарея, к примеру, какая-то, заболевание ЖКТ. И, соответственно, вы берете и выписываете все ваши заболевания, которые были ранее. Ну, к примеру, ковид, может быть, у вас был. Ковид может вызывать дефициты различные. И, кстати, дефициты не только каких-то витаминов, микроэлементов, но и гормональные дефициты. Вот вы выписали, что все, значит, у меня был ковид, к примеру, у меня аутоиммунный тиреидит, еще какие-то моменты. Ну, дальше открываете мой список, список моих видео по... Можно зайти в плейлист эндокринология или, к примеру, плейлист медицина или, к примеру, соответственно, они попадают в плейлист фармакологии и там поискать. Именно по препаратам видео. Находите видео по препаратам. Сперва, с чем вам нужно определиться? Это с выбором вида тестостерона. Их на данный момент всего 4. Первое, это тестостерон пропионат. Второе, это тестостерон инантат. Третье, это тестостерон цепионат. И четвертое, это тестостерон ундекнаат. Значит, вот так вот сделаем. Энантат. Энантат у нас отпадает. Почему? Просто потому, что вам, мои дорогие зрители, мои любимые подписчики, я не советую его применять. Не потому, что он не работает. Он, конечно же, работает. Если это настоящий препарат, он не может не сработать. Но очень сложен в применении, потому что там всякие штуки есть, хотите узнать почему? Пожалуйста, смотрите мои видео. Даже, по-моему, 3 базовых видео я снял про тестостерон инантат. Тема была очень широкая, очень много обсуждалось по этому поводу. Его очень любят рекламировать в интернете. Все говорят, я набрал на Энке. Куча мускулистых ребят, которые говорят, я набрал на Энке. Да, безусловно, можно на Энке набрать. Но, соответственно, это не очень удобно. Хотите заморачиваться, флаг вам в руки. Хотите сделать свою жизнь проще, не используйте тестостерон инантат. У нас остались еще 3 препарата. На мой взгляд, кому нужно первый курс или какие-то первые свои курсы, может быть, у вас второй, третий курс. Конечно, это видео явно не будут смотреть профессионалы, профессионалы и так все знают. Соответственно, если вы сомневаетесь в себе, конечно, проще начать с пропианата. Почему? Вы всегда можете его убрать, он очень быстро выйдет из вас. Когда вам нужно его убирать? Резкий рост натрия и, соответственно, как я уже в предыдущем видео говорил, смотрите про гипертонию. То если у вас профицит натрия, то, конечно, очень сложно обывателю, соответственно, так вот без врача, если у вас нет врача, который на курсе именно вас будет вести, сориентироваться. И новичку проще убрать препарат. Хотя бы на то время, пока он, соответственно, не найдет врача. Если это паника, да, начинается у людей, бог с ним даже с ЛГФСГ, может быть, вы его восстановите чуть позже, вы там такого вреда колоссального не нанесете, потому что бывает какая история. Так вот, если человек, соответственно, сделал, к примеру, 3 инъекции тестерон пропионата, и он отменил себе тестерон пропионат, испугался, да, гипертонии. Это не говорит о том, что основная проблема была в том, что тестерон пропионат создал ему это заболевание гипертоническое, да, это говорит о том, что это была такая спящее было заболевание, может быть, у него уже был профицит натрия, и он себе вот этим вот инъекциями уже загнал натрий куда-то вот в такие вот края высокие. Или, может быть, дело было не в натрии, а тоже в гиперкоагуляции. У него была уже гиперкоагуляция, он не сдал килограмму, не посмотрел натрий, сделал ряд инъекций, и ему поплохело. Пропионат можно отменить, хотя бы на то время, соответственно, пока вы не попадете к врачу, пока вы не происследуете эту проблему, не устраните все причины. Большой какого-то вреда, ЛГФСГ пропионат за это время, за пару инъекций или там за месяц не нанесет. Также можно использовать, смотреть мое видео про ПКТ, восстановить гипофизарную функцию и функцию яичек, и просто уже преследовав и выявив причины гипертонии, вернуться также, начиная с пропионата, потому что его всегда можно отменить. Если вы уколете тестроном деканаат, он будет еще месяц создавать вам проблемы, гипертония будет выражена и так далее. Также с любым другим состоянием. Вдруг у вас аллергия на сам масляный раствор? Такое тоже бывает, это редкость, но бывает, аллергия может быть на любой компонент. Тем более, все берут на черном рынке и никто не знает, что вам там нальют. Короткий тест чуть попроще выйдет, маслица чуть попроще выйдет там, чем у длинного будет рассасываться. Чисто с этих соображений для новичка тестрон пропионат выгоднее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok